В субботу 9 июня в Челябинске пройдет этап всемирного городского тура по лазер-рану. Сегодня открылась регистрация участников турнира. Люди удивились. Лазер-ран. Что это? Лазер-ран это молодой вид спорта. Спортсмены бегут дистанцию 3200 метров со стрельбой из лазерного пистолета на четырех огневых рубежах. Как официальный вид спорта он признан в мире с 2015 года, в России с 2016 года, хотя страны Европы уже давно проводят международные соревнования. Во Франции даже был проведен первый чемпионат мира. Ну а у нас в гостях директор Челябинской школы Олимпийского резерва по современному пятиборью фаворит Сергей Кокорин. Сергей Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Сергей Анатольевич, ну вот с какого возраста можно принимать участие в этом виде спорта? Можно этим видом спорта заниматься? Ну, в нашей школе мы начинаем принимать с 6 лет. Ну и соответственно, вот этот тур Лазер-рана, участники будут от 6 лет. И до? Ну, сейчас заявились два участника, 70+. А, ну, ограничений нету, да? Нет, ограничений нет. Просто медсправка, да, как я понимаю? Ну, это на свою ответственность. Это типа как Кросснации, Лыжня России. А, полностью. Ну, а расскажите, что входит в новое современное пятиборье? Какие виды спорта? Современное пятиборье включает в себя плавание. На первом этапе дети занимаются плаванием, бегом. Потом подключается стрельба. Из лазерного именно? Из лазерного пистолета. Раньше мы стреляли из пневматического. Теперь лазерный пистолет для безопасности. Потом подключается фехтование и уже в более зрелом возрасте конкур, лошадь. А сколько вот на эти этапы? Вот в 6 лет ребенок пришел, начал плавание, бег и вот конкур когда уже? Ну, конкур уже у нас начинают с 15 лет. С 15 лет уже, да. А вот знаете, просто интересно, вот как вы считаете, вот эта пятиборье необходима нашему городу? Ну, напомню, что было принято решение Минспортом страны и Минспортом России и Челябинской области о строительстве на базе Рефея, Конно, Центра спортивной подготовки именно по современному пятиборье. И проведение вот этого лазерана, это будет как агитация за наш вид спорта. Мы думаем, новые дети придут заниматься. Ну, детям, конечно же, хорошее настроение точно уж и беспечено, согласись. А к лошадкам, вот вы говорите, только в 15, но пока они занимаются, они же все равно будут... Да, мы начинаем подводить пораньше, чтобы дети знакомились с лошадьми, ухаживали за ними. Детям нравится. А соревнования где будут проходить? Именно конкретно лазеран, этот этап будет проходить на стадионе имени Елесиной. Мы начинаем стартовать с 8 утра. Расписание будет вывещено на нашем сайте. А регистрироваться где можно? Регистрироваться можно на нашем сайте нашей школы, фаворит74.com. А если лично? Лично на стадионе имени Елесиной можно прийти лично. В день соревнований тоже. А вот рассказать, лазеран, вот мы сказали, что 3200 метров, 4 огневых рубежа. А вот как они по дистанции расположены? Ну, на самом деле, немножко неправильно, потому что юные спортсмены бегут дистанцию 800 метров и 2 раза стреляют. Круг 400 метров. А более взрослые, они уже как олимпийский вид спорта, 4 раза стреляют и 4 круга бегут. А какие нормативы? Вот так, чтобы не стыдно было что-то называть. Не стыдно, но... Просто Степан тоже хочет попробовать себя. Нет, я вас приглашаю, естественно, прийти. Боится. Но лучшие стрелки, например, закрывают за 10 секунд мишени все. Сколько мишеней? Ну, 5. Опять не стандарт, да? Да, да. И бегут примерно 10-30-11 минут. Всю дистанцию 3200. Ну, а все равно же, наверняка, предполагаете, сколько участников будет? Вот сколько участников ждете? Этот тур, он проходит всего в 4 городах России. И было заранее определено, что мы участвуем в группе B, где будут участвовать от 250 до 400 человек. А вот так вот вы ожидаете? Пока регистрации уже сколько прошли? Приблизительно. Есть у вас данные? Есть, около 300. Оно уже практически. В норме. Уже практически укомплектовано все. Ну, а расскажите, пожалуйста, вот стрельба, да? Вот мы с Мариной стреляли из лазерного оружия, когда сдавали нормы ГТО. Вот мне показалось, что это сложнее, чем стрелять из пневматики. Ну, пневматика, она своеобразна тем, что там другой подход к технике стрельбы. Да. Там более уделяется внимание статической стрельбе. А лазеран, он более спортивный и безопасный. Ну, наверное, главное все-таки безопасность, да? Ну, что ж, большое спасибо, Сергей Анатольевич. Надеемся, сможем вырваться с Мариной. А если не вырвемся, надеемся, у вас будет 400 человек, и все пройдет так, как у нас. Да и болельщиков сколько, ты представляешь? Мы тоже. Спасибо вам большое. Ну, а у нас в гостях был директор Челябинской школы Олимпийского резерва по современному пятиборью фаворит Сергей Кокорин. Продолжение следует...